Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я расскажу о картине «Чистая вода». Речные раки – это высшие представители раков. Речной рак – это довольно-таки древнее животное, которое появилось в юрский период приблизительно 130 миллионов лет назад, практически неизменно проселился по всем пресным водоемам Европы. Речной рак обитает чистой проточной воде, рек, озер и ручьях с небольшим течением. Часто в дневное время речные раки прячутся под камни, корни деревьев и небольшие норки на дне водоема. Ракообразные представители фауны предпочитают водоемы с твердым илистым дном. Речной рак одет в твердый хитиновый панцирь, который укрывает мягкие части тела. Туловище речного рака состоит из двух частей – головы, груди и брюшка. Передняя пара конечностей сильно развита и заканчивается крупными клешнями, которые помогают схватить добычу и защищаться. Речные раки любят каменистое дно. Им легко найти укрытие или дно, подходящее для выкапывания нор. Раки по образу жизни отшельники, и у каждой особи есть свое укрытие, что защищает его от своих сородичей. Атмосфера картины погружает нас в гармонию, природы. Вода всегда действовала на человека, успокаивающий и расслабляющий на ментальном уровне. На тонком плане мы чувствуем связь с природой, живыми организмами, с которыми мы вместе населяем нашу планету. Во всем мире есть самые разнообразные воды, чистейшие, невероятной красоты. Чистейшая гладь воды, по толще которой видна флора и фауна, определенно радует глаз, успокаивает и доставляет эстетическое удовольствие. Прозрачность воды такая, что можно увидеть дно водоема. Как приятно провести время на берегу водоема. Почувствовать свободу мысли, помечтать, погрузиться в глубь своей души. Если душа чистая и прозрачная, как на произведении чистая вода, то ваши мысли, чувства и идеи доставят вам удовлетворение и душевное успокоение. Но если все же завелась нехорошая мысль, идея на ментальном, духовном уровне, то своеобразная, чистоплотная, ракообразная мгновенно ее уничтожит. Главное держать в чистоте свой духовный, эмоциональный, интеллектуальный мир. Не засорять свой ум информационным мусором, сплетнями, завистью и злостью. Ракообразные это естественные очистители вод. Они питаются падалью, мертвой рыбой и останками животных. Благодаря им дно становится чище и полезным для других обитателей. В грязной воде речные раки просто не водятся. Они начинают массово погибать или меняют место обитания. Обычные речные раки водятся во всех пресных водоемах России. Основной рацион речного рака – это растительный мир, водоросли, водные растения и упавшие листья в воду. Пресноводные раки, также как и рыбы, дышат жабрами. Поэтому для них важно, чтобы водоем, в котором они обитают, был насыщен кислородом. На произведении я старалась показать пространство и перспективу пейзажа. Тщательно прописала передний план. Вода – настолько чистая и прозрачная произведение, что можно рассмотреть все камушки на дне и ракообразных животных. Гладь воды я показала случайно упавшим листочком, от которого пошли круги по воде. Но в будущем он не загрязнит водоем, раки им это сделать просто не позволят. Водоемы – это неотъемлемая часть природного ландшафта, за которым надо постоянно ухаживать. Все реки, озера и пруды от размера и происхождения имеют свойства быстро загрязняться как природными, так и бытовыми отходами. Листья, ветки, пластиковые бутылки, обвертки, окурки – все эти случайные гости пагубно влияют на экосистему водоема и быстро превращают их в грязные неприятно пахнущие лужицы. Озера – это ценный источник пресной воды, а также источник пищи, которым обладает огромным разнообразием рыб и живых организмов. Большие озера смягчают климат при лежащей территории и делают их более стабильными. В природе все невероятно прекрасно и удивительно. Какое-то наслаждение любоваться природными явлениями и каждый раз напоминает нам о том, что дом, в котором мы живем, надо держать в чистоте, так же, как и наши мысли. Если вам понравилась картина «Чистая вода», картина продается. Она, наверное, понравится тем людям, которые не только любят поглощать природные ресурсы, но и так же любоваться красотами природы, вдохновляться, заряжаться энергией и наполнять свою душу любовью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.